Ой, как я люблю сериалы, которые можно просто слушать. Вот это вот английский, ну, Великобритания сериал, а до этого я слушала французский. Ну, французские вообще, это, конечно, самостоятельная история кино. У них совсем немного режиссёров, парочка. Фильмы, которые, собственно, все знают, которые они снимали. А так, французские фильмы – это ни о чём. Тягучие разговоры, чего-то вот это вот. Так что их можно слушать и слушать. Вот, а я слушаю. И вот не хочет фокусироваться вообще. Вот, слушаю. А сама сижу себе, ковыряю вот такую вот мелочь. Правда, не по моему уже зрению. Поэтому я это делаю долго, медленно. Вот, сделаю вот такое украшение. Что-то меня второй день тянет на вот такое светленькое. Бывает у меня, у меня то прям яркого хочется. А то вот такое вот всё. Ну, вот так и провожу вечер. Кот спит, а я сижу себе. Доброе утро. Доброе утро, мои дорогие, если можно считать добрым. Я проспала сегодня до девяти утра. А почему? Потому что всю ночь вот это вот невозможно спать. Что тут такое творилось, не знаю. Это гремело. Шарахалось. Ветер такой, что прям это... Гул стоит. Это вот благодаря тому, что я... У меня ниже участок и забор. Это вот тут ещё и... И вот эта летняя кухня закрывает. А там что творится? И дождик шёл. Вот видите, вот мокро. Тут даже под крышей мокрого. Это вот что тут хлистало. Ну, потеплело, да. Ой, хочу сказать, вовремя мы спилили сливу. Вот это бы сейчас ночью бы тут падало бы по крыше, грохало бы. Ветки отваливались бы. Вот так вот меняется погода ужасно. Кошмар какой-то. Ничего творится. Ой-ой-ой. Я хотела в Черноморск поехать. Такую погоду прям... Сейчас вот я выйду за калитку. Так вот. Так, пусть много я там... Что, не нравится? Погулять вышел, поел. Только выскочил погулять. Ой-ой-ой-ой. Беги. Ой, интересно, надолго это? Такой кошмар-то, а? Так, сейчас посмотрю, сколько градусов-то. Вчера было плюс два. Видите? А холодно так, что аж прям продирает насквозь ветром этим. Я вот сижу и расстраиваюсь. Уже неделя прошла. Нет, моей Ларисы, любимой Табашниковой. Лариса, что случилось? Ну, так же нельзя. Я тут стала смотреть других, ну, девочек, которые распаковку тоже делают, винтажа. Обплевалась вся. Не хочу. Ой, хоть бы все хорошо было. Да, мои дорогие, у меня тоже есть любимые подписчики. Ну, в смысле, на кого я подписана. Блогеры любимые. Прям переживаю. Она же далеко в Батемале живет. Что у них там, чего, как. Господи, лишь бы здоровая была. Это новости на первом, студия Мария Васильева. Здравствуйте. Погода в числе главных новостей все последние дни. Центральная Россия переживает уже вторую волну арктических холодов с начала этого года. В Москве до минус 20 градусов, по области до минус 25. Такие же значения и в Петербурге. В городе на Неве объявлено сформовое предупреждение энергетики. Повышенная готовность. Возможно, опрывы проводов из-за наледи. Вслед за центральными регионами стужи накрыла Уральский федеральный округ. В ближайшие дни в Сербовской области 30-ти градусное морозо. На дорогах Ярославской и Мурманской областях спасатели развернули мобильные пункты обогрева. Там же тежурят те кто-то. Вот почему я не смотрю телевизор. Вот специально сегодня сейчас включила новости. В Самарской области девушки за рулем помогут. И опять одно вранье. Пугают и пугают. И вот смотрите, и дальше продолжение новостей погоды. Смотрите, бегущая строка. Это вот это вот. В Якутске до минус 26. А в остальных-то? Ну, в Красноярске ноль. А так везде нормальная погода. Во всяком случае на севере. Вот Мурманск, где развернули там от холода что-то. Минус 11. Это что? Экстремальные холода? Да, видимо, в каких-то районах может быть. И то я вот не вижу по строке чего-то экстремального. Ну. Севастополь плюс 11. Краснодар плюс 13. Сочи плюс 18. Ну. Вот как вот. Вот поэтому я и не смотрю телевизоры, не смотрю новости. Ну, да, понятно, в каких-то районах похолодней. Москва минус 14. Ох, прям вот экстремальные морозы. Ну, вот и погода разгулялась. Ай, Маська все окна лапами вымазал. Он же встает на подоконник и лапами по стеклу. Ну, ветрище. Сегодня весь день такой ветер будет сумасшедший. Так. Ну что, доделала я вот это украшение. А это я вот такие лампы делаю настольные. Ну, это она у меня напольная. Из-под виски. Так, ладно. Ну, вот. Думаю, сделать серьги или не надо. Да, наверное, надо. Фурнитуры много. Лунница вот эта, да, называется, девочки? Вот где-то я слышала лунница. Не знаю. Напишите мне, кто знает. Ну, такое вот нежненькое. Нежненькое такое колье получилось. Ну вот, почти 12 градусов. Солнышко светит. Маська бежит. Но ветрище... Что такое? Что? Что случилось? Что случилось? О, какое ветрище-то. Рыба-девая. Псс, а шатает. Ой. И вот, чего они засыпали. Дырки эти. Ничего. Вот тут только немножко. В общем, короче, деньги на ветер. Антолик приехал. Такое прям солнышко. Вот не было бы такого ветра бы еще. Так, сегодня... Так, сегодня... Вчера переключали... Это там Симберополь, Севастополь, 15. И сегодня... Ну, вчера было около нуля у нас все. Ага. И вот с утра заморозки. А сегодня уже 10 градусов. Градусов 15, наверное, сейчас. Не, у меня 12. 12, да? Ну, где-то вот... Если мы их 10 с половиной, то прибавить полтора, то получается 12. Ну, да. Где-то на полтора градуса. В общем, на градус туда. Градус сюда. Вот так вот. Примерно. Солнышко. Я уже столько дней не выезжала. Солнышко делать ворота, они что ветром у него задуло. Видишь? Ага. Сдуло ветром. Этим самым. Забор. Да я ветром утром встала, у меня все эти швабры, совки по всему участку валяются. То есть он был, наверное, такой. Ну, да. Ну, полночи не спала. Вот это так задувало жуть. Да, а я что-то у меня там не очень слышно. Смотри-ка там, где я смотрю. Он нагудит, у меня телевизор постоянно. Пока проснулся, посмотрю, чтобы я покручу другое, чтобы не будет. Ну, что я вам хочу сказать. Если бы не было ветра, где нет ветра, просто жарище. Главное, ветерочек как выходит, и он сразу тебя отрезвляет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok